Ролик с проблемами, с недостатками BlackRush, он выходит на следующий день, я не Владислав Павлов всё-таки, и заниматься вот ими вот всеми сразу хочу сказать, что у BlackRush, как и у любого другого проекта в GTA CRMP на телефон, не особо, так знаете, занят хоть кем-то, кто-то туда пытался входить, кто-то пытался что-то делать, скажем так, поконфликтовать с самим собой, и ты такой, типа, чудо, это же должно вроде вот нажиматься вот так, это же должно делаться вот так, начальной работы, когда пытаешься арендовать мопед, когда пытаешься сделать всё прочее, и как лично мне показалось, понеадекватить, что-то вот такое плохое написать, я вообще, я сериал по Майнкрафту озвучил на 300 тысяч просмотров, ты понимаешь, с кем ты имеешь дело вообще, чел, у меня Атакес, я серьёзный человек, и я туда приезжаю, и каким-то образом у меня включается вид от первого лица, когда я все вот эти вот, знаете, там, пиломатериалы и всё прочее, в общем-то, когда я их изготавливаю, когда мы рассказываем, когда я в целом рассказываю о плюсах BlackRush'е... Я вам сразу хочу сказать, это ролик о положительных моментах на BlackRush, который записывается экспромтом и всеми прочими вещами, о которых вы только можете подумать. И давайте договоримся в самом начале, 50 лайков, нет, 55,585 лайков под данным видеороликом, и ролик с проблемами, с недостатками BlackRush'а, он выходит на следующий день в 20.00, и я даже постараюсь сделать его без опозданий, но, разумеется, ничего обещать не могу, Но если вы сюда поставите 50 лайков, то, возможно, всё это будет рано или поздно, ну и сами должны всё это понимать. Вот прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий больше четырёх слов, и желательно, чтобы был осмысленный коммент. Ну ладно, я не Владислав Павлов всё-таки, и заниматься вот этими вот всеми вещами я тут не буду. Если хотите заняться вот этими всеми вещами, смотрите обзор на Владислава Павлова, который есть у меня. Вот, и поэтому, в общем-то, да, вы можете там с этим всё делать, либо можете всё это не делать, либо ещё прочие вещи также, возможно, ещё можно сделать. Однако, ладно, давайте перейдём к основным плюсам BlackRush'а. Вообще, я их уже озвучил неоднократно под своими, вернее, в своих видеороликах и под своими видеороликами, если в комментариях кто-то что-то писал и так далее. Сразу хочу сказать, что у BlackRush'а, как и у любого другого проекта в GTAK RMP на телефон, есть свои некоторые проблемы. И, разумеется, они их всячески пытаются нивелировать чем-то вот другим. Об этом мы сегодня и поговорим в данном видео. BlackRush'а — это сервак, который запустился чуть больше года назад. И за вот это вот маленькое, казалось бы, время завоевал такой, знаете, большой рыночек, который тогда ещё был не особо, так знаете, занят хоть кем-то. Кто-то туда пытался входить, кто-то пытался что-то делать. Но сам факт в том, что мало у кого получилось удержаться на тех же позициях после того, как вовесит от GTAK RMP пришла BlackRush. Итак, начнём с самого начала. Когда вы только скачиваете клиент BlackRush, вы видите вообще весь подход к мелочам. Когда вы загружаете всё, вам говорят то, вам говорят это, там есть подсказки, там есть какие-то интересные советы, там есть всё прочее касательно всей вот этой вот BlackRush. И там очень интуитивно всё понятно. Вот только я об этом скажу в минусах, но тут я тоже должен немного упомянуть. Есть моменты, которые вот заставляют тебя немного, скажем так, поконфликтовать с самим собой. И ты такой типа, чё, да это же должно вроде вот нажиматься вот так, это же должно делаться вот так. А оно вот так не нажимается, оно так не работает. Нужно что-то со всем этим делать, исправлять и так далее. Но об этом я скажу опять-таки в ролике, который я выпущу. Если вы по данным видео наберёте 50 лайков за день, за 2 часа, за полторы минуты и так далее. Но это ещё не всё. Когда ты заходишь на проект, ты встречаешь людей. Вообще абсолютно везде ты вот их встречаешь. По пути там, я не знаю, на шахту, на все вот эти вот начальные работы. Когда пытаешься арендовать мопед, когда пытаешься сделать всё прочее. И как лично мне показалось, на Блэкраше комьюнити более-менее. То есть, нормально. Разумеется, есть люди, которые могут, так знаете, немного понеадекватить. Что-то вот такое плохое написать. Я вообще сам являюсь таковым токсиком. И часто могу там, знаете, как-то вспылить. Сказать, мол, чел, ты чё, долбоёб? Ты чё, ебанулся, что ли? Ты чё делаешь это такое? Нет, ну ты не видел, что я тут ехал? Ну да, я ехал по встречке. Но мне без разницы абсолютно. Потому что я Данила КПРФ. Я Зедан Семён. Ты меня должен знать. У меня видеоролики выходят каждый день в 20.00. Меня Делорензи звал на интервью. У меня там вообще есть сериал по Майнкрафту озвучил на 300 тысяч просмотров. Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело вообще, чел? У меня такец, я серьёзный человек. А ты вот тут меня сбил и так далее. Я сам являюсь таковым. Но в целом, всегда, когда тебе что-то непонятно, всегда, когда у тебя там что-то есть, даже на моих вот этих вот всех начальных геймплеях, люди постоянно, так знаете, более-менее стараются помочь. Мол, приведу обычный такой, знаете, банальный пример. Я вот только зашёл на сервер, поехал там на шахту или на завод куда-то. Я там, в общем-то, поехал. То ли на завод, то ли, ну, в общем, всё-таки завод, скорее всего, это был. И я туда приезжаю, и каким-то образом у меня включается вид от первого лица, когда я все вот эти вот, знаете, там, пиломатериалы и всё прочее, в общем-то, когда я их изготавливаю. Я такой, типа, чё? Почему? Зачем? Я же не хотел, для чего? Я спрашиваю чувака в чате, слушай, а как отключить всё это? Как с этим совсем делать? Да, я знаю, что есть поддержка. Вся вот это вот в репорте и так далее. То, что там отвечают по тикетам, как на Arizona RP, как везде. Но, в целом, то, что ты можешь спросить у игрока, и он тебе ответит, опять-таки, не всегда. Но, в целом, как некий плюс, это тоже можно рассматривать. И по итогу, когда мы рассказываем, когда я, в целом, рассказываю о плюсах BlackRush, даже, по сути, не играя там, заходя на несколько минут записать геймплей, я всё равно вижу все эти плюсы, которые на этом всём проекте есть. Разумеется, тут мы не будем рассматривать рекламную кампанию, проводимую BlackRush, то, каких ютуберов они закупают, то, как они всё это делают, как они работают с ютуберами, как они работают со всеми остальными людьми, что у них там происходит внутри всей вот этой вот системы, потому что я, в целом, такими данными не обладаю. И поэтому рассказывать что-то такое, знаете, конкретное, чтобы вы такие, типа, ну да, скорее всего, оно так и есть, я так и думал, я так и знал, я такое не могу. Либо потому что не знаю, либо потому что такое рассказывать нельзя. Однако же, если вы на следующем видеоролике, который будет о минусах BlackRush, наберёте, там, знаете, 150 лайков, тогда да. Тогда я, возможно, посмотрю, подумаю, пообщаюсь с нужными людьми и, в общем-то, вообще подумаю, как всё это можно будет изложить в формате, в видеоформате, чтобы вы такие, типа, о, так это же видеоформат, это же я могу посмотреть, это же я могу всё это узнать, и всё у меня будет хорошо, замечательно и классно. Да, всё это можно сделать, да, всё это будет замечательно, круто, классно, и в целом всё у вас будет хорошо, круто и, опять-таки, классно. Наверное, это были те плюсы, которые вот ты замечаешь, когда только заходишь на весь этот проект, на весь этот сервер. Я не затронул игровой мод абсолютно, потому что для того, чтобы разобраться в игровом моде BlackRush, нужно либо очень много там играть, либо, я не знаю, быть основателем, разработчиком и делать все прочие вещи. Ни того, ни того я сделать не могу, но, разумеется, первый вариант я сделать могу, а второй вариант стать разработчиком, ну, я, наверное, тоже могу, но, в целом, там уж как пойдёт, как повезёт и так далее, там на всё это надеяться, как лично я понимаю, нельзя, и не могу, в общем-то, всё это сделать и так далее. Однако, ладно, я играл на проекте BlackRush, по ссылке в описании вы можете скачать клиента данного проекта, сервера и вообще всех прочих вещей, для того, чтобы туда зайти, там со всем этим разобраться, ввести мой никнейм Данила КПРФ, ввести мой промокод хэштег ZDS и сделать все прочие вещи, вы там всё это можете сделать, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, туда вы можете зайти, там всё это узнать, там всё это рассказать, там всё это посмотреть и сделать ещё какие-то возможные действия, которые вам будут нужны в данном случае. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания и ещё раз пока.